Маленькая мастерская и большое желание творить. Тиски, шлифовка, резак, плоскогубцы, инструментов немного. С их помощью вырисовывается на дереве фигуры. А из обычного прутика лозы сплетаются подставки, бутылки, подсвечники. Марку всего 14 лет, и это его работы. Дрель я переоборудовала ее под шлифовальный станок. Тут наждачка у меня крупная, и каждый раз, как я хочу что-то загладить или скруглить углы, я просто беру ее, тоже включаю, это будет у меня как шлифовальный станок. Основа прутья должны быть тонкими и эластичными. Работа ювелирная. Это 15-литровый бутыль. Его полностью нужно обвязать на все три дня и примерно 40 веточек лозы. Плодотворные растения ивы – это такие кусты, которые я режу. Привожу домой, варю, чищу, и уже начинается процесс самой работы. Берем такой колунок, он раскалывает прутик на три части. Можно, конечно, на четыре, но у меня на три. Так, вставляем его в прутик и начинаем аккуратно вести. И делаем его тоньше. Вот так вот протягиваем, стружку убираем, чтобы она нам не мешала. И вот этот процесс аккуратненько, тоже очень спокойно, главное не торопиться, чтобы прутик не срезало. Чтобы подготовить материал, его нужно собрать. У Марка есть любимое место у Днестра. Тут и поработать можно, и насладиться природой. С собой портфель с инструментами и еда на целый день. Очень ровная, красивая веточка. Если листья, мы ее очищаем. Раз. И в итоге она становится вот такая красивенькая, ровненькая веточка. Здесь никаких правил нет, просто нужно выбрать такую самую красивую. Да, надо просто выбирать, если мы хотим прутик побольше, чтобы он был большой. Я имею в виду про толщину. Просто для мебели, допустим, или каких-то подставок по цветы нужен прут побольше. А это, это просто обычный стандартный прут. То, что я режу, это не вредит природе. Это полностью даже полезно. Когда я режу, она каждый год вырастает новая. Сложностей как таковой нету, если ты любишь свое дело, то есть плетение. То ты не смотришь на сложности. Допустим, я когда собирал. Да, это сложно, конечно, перевозить. Но со временем тебе это так начинает нравиться. С 11 лет Марк изучает все тонкости ручной работы. Он, кстати, пошел по стопам отца. Продолжает семейное дело. Например, эта мельница с пятью лопастями – его работа. Ночник, шкатулка и потайной сейф. Три в одном. Пятилопастная – это очень редкие мельницы. В основном 4 лопасти, а тут 5. И это очень сложно. Тут очень хорошо продуман механизм. Все продумано. Вот тут можем увидеть, как открывается дверь. Тут специальный замочек. Раз. И открываем саму дверь. Все, что в моих силах, я пытаюсь повторить. Потому что меня это очень, как сказать, вдохновляет. Это очень красиво. И я всегда хочу повторять за ним. И может даже делать лучше, чем он. Работа отца меня очень вдохновляет тем, что они многофункциональные и красивые. И я хочу увидеть их в своей коллекции. То, что я мечтаю. Скорее всего, развить свое плетение так, чтобы у меня заказывали магазины. Я хочу развить свое плетение до такого мастерства, чтобы у меня уже все изделия вылетали просто как спички. Плетеный бутыль, ночники из тыквы, щелкунчик из дерева. В коллекции больше 20 изделий. Юного мастера можно встретить на городских праздниках. 14 октября готовят выставку ко дню столицы. А в его инстаграме можно познакомиться со всеми работами.